всем привет сегодня покажу вам свой дополнительный аккаунт который у меня уже достаточно давно но я на нем лично не играю это аккаунт я создал после того как у меня на основе начали появляться лишние карты их начал перекидывать сюда и по сути человек играл здесь просто тем что было да вот и он предложил мне вот немножко видоизменить аккаунт скажем тогда из того что было большую часть оставить и добавить сюда новую расу вот и я недавно добрал сюда имперских карт получился такой мороз с имперской поддержкой назовем это так многие наверно знают стратегию этой колоды она не уникальная то есть это лейт мороз с зачистками имперскими с ангелом здесь немного лег есть я чуть позже покажу колоду да просто расскажу как мне вообще это аккаунт появился как пришла идея его сделать и что по бюджету получилось вот значит кто не знает я играю на основе с первого сезона до с апреля месяца уже и у меня ну как бы у меня я раньше вообще не покупал карты то есть я покупал только мастер карты у меня в моменте было около 6 минут точнее 6 штук максимум я их там иногда продавал иногда там докупал более выгодные варианты и все тянул с мастер карты то есть у меня вложение там на первый месяц на второй были там около 150 250 долларов и с этими вложениями я смог там зайти в топ 200 в первом сезоне и во втором в топ 100 уже заскочил ну то есть топ 100 на тот момент это не топ 100 сейчас да то есть когда не было разделения по стихиям топ 100 было зайти ну не так уж то и просто вот особенно играю на рарках и без лек то есть я на тот момент играл без лек на рарках и эпики ну кстати эпики выпадали раньше лучше намного из комонок у меня были только комонные мастер карты и я тащил оттуда эпики ну чтобы собрать то может 15-20 эпиков я вытащил за месяц наверное вот и ну я сейчас могу показать свой аккаунт историю моих наград да то есть где тут вот и вот тут такой момент значит первый сезон я начал да вот получается 6 апреля я не знаю только зарегистрировался одну победу сделал 10 очков заработал и я уже попал 979 на тот момент было около 1000 игроков да ну то есть может больше там те кто с нулем до сидел вот и получается так что с одной стороны да было проще потому что было меньше игроков но с другой стороны я играл на рарках и я играл на комонные мастер карте без эпиков практически ну эпики были первого второго второго там может быть было одна-две карты в основном все эпики первого уровня были и вот за какое 197 место в первом сезоне мне дали 525 эры на тот момент это было прилично то есть курс эры был 05 где-то то есть ну я начал потихоньку там прокачиваться но не вкладывал особо еще до второго сезона может пару эпиков прикупил там демонов каких-то первого уровня взял вот и уже вошел в топ-100 на своей меня еще не было игры да тогда у меня была контроль колода кто кому интересно на телеграме у меня есть старые записи боев где я играл на контроль колоде мороз инферно то есть там больше ну там примерно 50 на 50 было карт мороза инферно да то есть упор полна контроль стала полностью да то есть контролировался стол со старта и потом выигрывалось все за счет юнитов на столе вот к чему это все говорю что по бюджету сложно сказать на насчет вот этого аккаунта кстати отвлекусь немножко насчет очков да многие может быть кто-то заметил что меня нет в рейтинге нигде не на black flag и да на пиратах не на основе у меня все три три мои аккаунты то есть зен пираты и основа все обнулились на когда там получается с вот у меня якобы засчиталось что сезон закончился 5 сезон 24 августа ну кстати поменялись у меня было вообще глюк что 27 какое-то место показывала на пиратах вообще там 50 какой-то девятая не помню уже ну не знаю что это дает но в целом как бы я вот сейчас скоро турнир да и я за когда это запись выйдет на youtube ну вот я сейчас сегодня 8 получается сентября через три дня турнир и у меня все три аккаунта ну вряд ли их уже верну то есть мне придется начинать с группового этапа вот или плей инстэйф я еще не до конца разобрался как там все работает надо посмотреть санты видос как он там рассказывает как будет проходить все это дело придется на 1 2 вкладок играть поскольку я понял там в одно время будет матчи будет проходить ладно посмотрим это позже так вот к чему я говорил что меня в рейтинге нигде нет здесь но тем не менее вот 37 место я уже поднялся до с нуля ну то есть с того момента с 24 августа я уже вот на 37 месте но этого не хватит конечно же чтобы попасть в топ-20 потому что разница тут 900 очков это нереально набрать даже если не проигрывать вот так вот получается большая часть карт поскольку я покупал мастер карты у меня большая часть карт ушла на на этот аккаунт на этот и тут были рарки 5 уровня ну то есть я потратился там на прокачку их тогда по курсу года тоже прилично да может долларов 100 150 ушло чисто на прокачку рарок и где-то что-то там докупал одну-две карты до чтобы там склеить уже 5 уровня добить на вот ну и вот такая вот получилась колода у меня значит покажу то есть это лейтовый такой мороз получился да с зачистками от империи здесь по сути только вот две рарки третьего уровня до достаточно в принципе человек который здесь играет он ну как бы вот те карты которые попросил те уровни которые он считает в принципе достаточно минимальные для того чтобы более-менее играть они здесь есть рарки здесь практически все или может быть даже все 5 уровня это благодаря тому что вот на сосновой у меня накопилось много этих рарок ну и в целом бюджет деки получился где-то но если учесть что до момента обновления колоды на нее было потрачено там долларов 200 плюс 100 где-то апгрейд плюс плюс последнее обновление с империи и немножко декач мороза ну получилось где-то еще баксов 250 300 то есть и того где-то долларов на 600 может быть эта колода стала ну может быть не самая бюджетная но и не самая дорогая скажем так я бы даже сказал наверное что то есть ниже среднего да но при этом при этом колода не сказать что супер сильно но играет довольно неплохо то есть она сейчас вот на 57 месте в рейтинге идет неплохо ну то есть поскольку это лейт колода и играть на ней просто интересно мне лично и вот человек который здесь играет он тоже сказал кстати это вот человек это вексут в четвертом месте в рейтинге сейчас он сказал что просто играть интересно интереснее чем он играл там на своих деках наверное я поиграл немножко на этой колоде в таверне в рейтинге да и ну согласен я его понимаю прекрасно мне тоже стало интересно просто играть на ней потому что это то чего не мне немножко не хватало в этой игре это вот лейт который здесь ну к сожалению не очень хорошо работает по моему мнению ну по моему по моему мнению если так откровенно горит говнище полная лейт здесь в этой игре вот я так считаю потому что я играл в hardstone я помню какие там были лейт колоды какие там были карты которые позволяли ну скажем так пережить раннюю агрессию до раскрыть свой лейт потенциал колоде да там был некий баланс такой который позволял лейт колодам играть мы в принципе там матчи длились дольше да здесь матчи длятся там две-три минуты от силы там четыре может быть да и побеждают как правило ранняя агрессия если там например лейт колоду лейт колоду не зашли стартовой карты не пошла рука и так далее тому соперника все хорошо только правило побеждает тот то ранее ранее агрессию проявляет и захватывает раньше стол и дальше уже доминирует поэтому пока что здесь лейт колоды не играю ну я конечно опять же повторюсь что это мое мнение то есть я не играл конечно же на лейт колодах типа там истерии кого еще там лейт потенциалу топоров наверное да может у цена я не играл этих колодах именно лейт стратегию но я видел как играют топ игроки и могу сказать что винрейт на этих колодах на лейт колодах он не такой хороший как на той же агре например то не говорит что я там просто потому что я играю на агре да я могу так говорить но я играющий на сэм там тоже винрейт мне кажется получше если докачать еще колоду и вот санта играет там на зенах тоже там на разных вариациях и ну видно где он в рейтинге да ну вот лейт почему-то как бы не идет в этой игре но тем не менее здесь колода именно лейтовая и я щас немножко поиграю на ней поясню вам ну свои мысли свои какие-то идеи видения эта колода она еще такая сыроватая немножко но в принципе уже довольно интересно на ней играть здесь можно вот эту вот добавить дополнительную карту очень крутая карта мне кажется недооцененная потому что она очень помогает раскрыться морозные колоди она замораживает клетки и пожалуй больше всех карт она дает именно морозных клеток да потому что она играется с самого старта если они убивают сразу то она довольно много клеток может заморозить вот ну то стандартные юниты за 2 маны у каждой расы они есть здесь это эти вот солдаты которые принципе тоже дополнительно морозят и инсайт дают двух достаточно я думаю здесь трех наверное не нужно вот эти карты очень крутые здесь то есть ну зомби которые еще и подхиливать стали в последнее время и были изменения раньше они не хилили и замораживают дополнительно то есть тоже три здесь аж три карты потому что это потенциально 6 клеток замороженных вот вот эти девочки тоже здесь хороша не в принципе хороши но они еще и замораживают то есть тоже все играет на на заморозку на лейт далее идет этот спелл он хилит неплохо его тоже по моему апнули если не ошибаюсь раньше он хилил меньше может быть я ошибаюсь просто пятый левел может быть хилит на 7 уже неплохой хил плюс дроп карты и этот самый и мороз еще дополнительно ну этот спелл он один здесь тоже второго левела не знаю ну конечно было бы круто сюда вот докачать но как бы что есть то есть тоже дополнительность римовал плюс зомби плюс мороз супер для этой колоды подходит отличный этот спелл может быть даже 2 карты сюда добавить этого не знаю ну то есть я прислушиваюсь к человеку который здесь играет и ну как бы мы с ним обсуждаем то есть какие-то моменты вот и сошлись на том что эту карту достаточно одну рыцарь здесь я лично к этой карте не особо как бы испытываю каких-то чувств там просто как по мне это обычная карта которая особо ничего не делать ну то есть да там снижает атаку снижает хп да это 4-4 с одним армором но как бы что что с этого то есть она не морозит да то есть она просто как крепкая четверка которая ставится на стол немножко морозит немножко снижает атаку и там что немножко позволяет опять же дожить до лейта то есть тут концепция колода такая, что нужно дожить до лейта как многие понимают для многих это очевидно будет, но я расскажу тем не менее и разыграть в лейте вот эти карты которые бафаются от морозных клеток, которые у нас на столе есть то есть здесь за каждую клетку на своей доске он получает баф а этот товарищ бафается от морозных клеток battlefield, то есть на двух если я не ошибаюсь на двух площадках айсберг, то есть все леги здесь первого уровня, ангел здесь очень хорошая карта, прям ключевая скорее наверное из-за него по большей части здесь был выбор, пал на империю, потому что ангел очень крутая карта здесь для мороза она дает дополнительный фактический ход подхиливает и плюс еще позволяет зачистить немножко стол от карт оппонента вот ну и дает самое главное, что дает дополнительный ход восьмой ход, на который мы можем уже какую-то из этих карт сыграть и ну как бы залеталец, например вот хорошая комбинация вот этих двух карт двух лег вот этих, да то есть мы играем, например сначала вот эту карту ну к примеру или наоборот мы можем сыграть ну вообще комбинация идет так что мы играем эту карту она высасывает жизнь на этом ходу если выживает, естественно потом играется айсберг в этот ход никто никого не бьет но это продолжает высасывать жизни ну и вот собственно в этом вся комбинация да, то есть если хорошо забафанный этот юнит он много высосит жизней ну и там уже будет сложно бороться апокалипсис здесь хорош опять же по той же причине что нам нужно дожить до лейта если что-то пошло не так у нас нет юнитов мы только морозим морозим эти клетки постоянно да, весь матч то потом мы играем просто апокалипсис защищаем стол и уже начинаем лейт разыгрывать тоже хорошая карта здесь ну больше одной естественно брать здесь не нужно голем ну как бы вообще как карта он мне не нравится за счет того что мало хп вот был бы наоборот у него 5.11 было бы шикарно то есть он бы как стенка стоял ну как бы торговал лицом скажем так и было бы шикарно но идея тут в том я так понимаю разрабов в том что он быстрее должен сдохнуть чтобы дать свой этот предсмертный хрип назовем так чтобы он дал две дополнительные клетки рандомных заморозил что-то я с конца пошел но уже ладно с конца пойду значит Ice Age это как апокалипсис только работает от замороженных клеток по сути такой морозный апокалипсис можно сказать неплохо играет очень хорош в связке с вот этими призывателями то есть если они на столе есть если ты убиваешь в том числе их и всех всех юнитов оппонента ну или не всех там не важно то призываются зомби и в этот же ход они атакуют механика очень хорошо работает поэтому эта связка тоже очень хорошо здесь заходит ну это карта не знаю нужна ли тут просто крепкая карта бафается от морозных клеток не знаю нужна ли она здесь может можно что-то взять поинтереснее да то есть добор вот недавно здесь сюда был добавлен честно я его не тестил еще как он здесь ну наверное нужен да добор здесь нужен потому что нужны ну как бы необходимые карты чтобы пришли в нужный момент ну в принципе как и в любой колоде ну тут плюс в том что идет еще отхил да от всех замороженных клеток идея опять же такова колоды что мы хилимся 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 живем и по сути побеждаем за счет лейта то есть ну как бы выиграть здесь можно конечно зомби амина спамить с помощью призывателей да здесь их два третьего левела ну то есть как бы тут их аппетит если только то в пятый да на четвертом там по-моему только инсайт добавляется если не ошибаюсь вот поэтому они здесь третьего левела две штуки ну как бы карта очень крутая да для мороз для колоды под лейт и для заспама не знаю есть ли там заспам колоды морозные но эта карта для для такой колоды подойдет кость спорная карта то есть не знаю насколько она хорошо здесь играет я опять же то есть скажу что я не эксперт по этой колоде я просто высказываю свои мысли и мне кажется что эта карта здесь раньше было две здесь вообще да потом мы решили оставить одну и она ну как бы она конечно неплохо да она зомби может убивать может убивать кого еще может убивать то по сути только зомби не жалко убить здесь да ну выцаря можно убить но типа такое вот наверное поэтому она здесь не очень хорошо а ну зомби же еще вот с этого с этой карты да много зомби приходит поэтому а согласен в принципе неплохая карта но она сама по себе не такая сильная как мне кажется с минус 7 на 7 ну вообще не знаю что сказать по ней здесь не знаю кстати насчет этой ауешки по-моему ее здесь не было товарищ наверное добавил ее сюда не знаю не помню сам вроде говорил что она не очень здесь но наверное все-таки нужна ауешки мне нравится этот спел он даже если не убьет он снизит атаку в любом случае она будет полезен по линии ну и конечно же вот эти карты они здесь по-любому нужны для зачистки линии вот это еще одна ключевая карта в империи которая делает здесь нужны ну как бы нам зачистки так вот эта карта тоже неплохая ну как бы она даже получше чем вот эта мне кажется потому что ну как бы дабл демедж плюс арморы много потому что по-любому даже если парочку замороженных клеток будут это уже сильный юнит с большим количеством арморов то есть его только магией пробивать он фактически становится в линию и все и стоит и попробуй его пробей без магии а магию тратить ну как бы это уже вынуждаешь соперника тратить на это ресурс так про это все рассказал рыцарь рассказал ну все мы дошли до начала вот такая получилась колода не буду затягивать давайте попробуем я попробую поиграть рейтинг с ней да то есть я немного очень играл в таверне пару раз и то это было может пару недель назад я давно не играл этой колоды но я думаю что я схвачу сейчас быстренько пробую покомментировать немножко ну играть реально интересно прям ждешь этих лейтовых карт ждешь что они там забафаются пронесут соперника неожиданно ты победишь там например да рарку кстати взял мастер карту по-моему за 30 или за 35 долларов с 5 ричарджами ну вот чисто чтобы играть понятное дело то есть сейчас я уже мастер карты не собираю у меня одна на основе тоже рарка до сих пор мне больше в принципе не надо ну и здесь тоже рарка так ух ты нам попался сразу топ ну вот сейчас посмотрим как колода играет она плохо играет я из того что заметил против зена то есть как раз нам попался топ зен зен империя еще ну посмотрим да посмотрим тут еще подсказки потому что новый браузер взял так пока неплохо угадали тут я наверное поставлю пока девочку не буду пока зомбей разыгрывать если он будет тянуть ну опять же у него отхил может быть свинья там и так далее но если он будет тянуть это нам на руку только тут очень много тонкостей на самом деле много тонкостей куда оставить этих вот какие клетки замораживать свои чужие да то есть я настолько глубоко не изучал то есть какие там леги вот этот баф забавится насколько я понял на все от всех клеток да от двух площадок так ну давайте так попробуем сыграть вторую девочку ставить наверное было глупо так а что он сыграл забав сейчас будет заспам играть окей ну и вот тут я не знаю как бы колосса надо ставить на следующий ход ангела и пробовать пробовать как-то жить да пошел забав первую линию мы отвоевали ну пока что честно говоря не очень все выглядит круто даже дракон нас не спасет потому что мало морозных клеток вот айсберг пришел это уже круто блин ну и тут жалко вот сжигать что-то но придется что-то сжигать дракона я сжечь не могу придется наверное сжигать глыбу потому что ангела в любом случае мы сейчас играем ну если между драконом и глыбой выбирать я скорее выберу глыбу потому что с драконом у нас есть шанс может даже пронести попробуем вот таким образом надеюсь у него ауешки нету имперской по линии потому что это гг уже ну а что тут еще сделаешь жалко было айсберг сжигать конечно может не стоило в прошлом ходу сжигать опять же ставить этого ну и сейчас дракона бы я поставил но куда его ставить вопрос мы заняли всю линию а что дракон что он он один один да раз два три четыре пять ну то есть плюс пять плюс пять будет ну мы можем конечно просто вот на низ его поставить в качестве защиты да так еще раз сколько у него будет одиннадцать атаки да то есть он не убьет даже оленя к сожалению но он снизит всем атаку на минус один да то есть он в любом случае мы его играем играем куда вопрос нам показывает сюда так 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 еще раз значит одиннадцать да девять тоже не убил ладно давайте так попробуем может даже вот так чтобы закрыть его потом если что а двенадцать стоп а почему двенадцать я думал одиннадцать ну тогда отлично он убивает всю линию здесь а все-таки он еще и не только атаку но и здоровье снижает ну видите я плохо немножко плохо пока ориентируюсь но вообще в целом как бы вы видите что против топа очень даже неплохо идет даже против спамера у него ну зашло наверное не очень хорошо хотя был сыгран на третью на третью ману добор был сыгран потом заспал потом забав был сыгран и в принципе но у меня заход тоже неплохой не знаю стоит ли сюда рыцаря ставить или уже вниз задавить давайте попробуем задавить у меня все-таки жилка агрессора во мне поэтому хочется уже закончить бой я думал я думал думаю он тоже там сидит думает так и что у нас получается он не убивает по второй линии мы его не убиваем по первой мы его не убиваем по третьей но пока такое себе получается может быть ход но мы его зачищаем и вот у нас есть зачистка и блин я бы сыграл ее сюда если бы здесь было больше атаки но придется играть сюда и вот это та самая лейт игра которая которая никак не закончится и вот вы надеюсь понимаете сейчас о чем я говорил то есть в чем интерес то есть вот в чем интерес собственно игры вот такая получается игра интересная и здесь я не знаю стоит ли играть эту карту вообще то есть у нас летал по двум линиям но если он на вторую поставил что он поставил у него одна карта и не будем мы эту играть и мы побеждаем вот такая интересная игра получилась против топа что думаете отпишите в комментах как вам вообще эта колода ну то есть я сейчас еще пару матчей сыграю ну напишите там как вы может какие-то идеи у вас будут что поменять что добрать там не знаю что удалить вот я может быть еще буду снимать на этом аккаунте игры но мне интересно было играть эту игру и ну и раньше тоже играл было довольно интересно я я не знаю как против ботов не помню уже да то есть но хотелось бы посмотреть хотя на самом деле сейчас в преддверии турнира уже как бы вообще в целом играть против ботов собирать колоды против ботов ну не хочется как бы да хотя игра вынуждает это делать вот я на градеке играю я ее собирал не для ботов не для того чтобы играть с ботами хотя она и против ботов неплохо работает но потому что она сильная да но хотелось бы все-таки играть с игроками и вот пришла кстати девочка мы сейчас попробуем через нее сыграть три двойки я наверное их оставлю все ну вот это можно было кстати скинуть наверное плохо кстати что мы потеряли сразу девочку но окей так ну давайте так пока здесь нельзя сжигать карте чтобы хил разыграть здесь надо экономить карты кстати это удача что мы размениваемся потому что если бы он начал тут заспамливать стол было бы хуже намного так ну и здесь получается вот так вот мы играем я не знаю я не знаю вот кстати какую что морозить наверное соперника лучше морозить клетки да чтобы он терял атаку не видите сколько нам лейтовых карт приходит он почему-то ничего не сыграл либо сыграл что-то что не подействовало здесь все бесполезные карты фактически на данный момент я могу конечно пройтись дождиком по пустому полю наверное так и сделаем что еще делать не угадал может не стоило играть я не знаю я ну как бы играю как как мне кажется так здесь что у нас 3dmage to hero all units gains так 333 да будет то есть не хватает чтобы убить но может мы убьем но мы может поставим блин вот плохо тоже что слабый будет юнит то есть 3 клетки а так стоп на вашем поле да то есть две клетки только это будет плюс так плюс 4 да плюс 6 8 8 будет юнит и он будет высасывать я так понимаю тоже кстати не до конца знаю как это работает будет высасывать столько сколько замороженных клеток не знаю где не до конца написано наверное на вражеском поле так ну тут либо этого ставить либо ангела вообще поставить давайте ангела поставим или вообще вот это сыграть она же еще атаку снизит давайте эту сыграем пробуем этого убьет этому снизит атаку нормально вот это добор нам он сейчас не нужен по идее нам нужно морозить клетки а нам нечем морозить поэтому просто пока играем ангела так сейчас мы сделаем так и давайте так раз тут баф идет от своих клеток а тут от всех я не знаю как он высасывает от от чего к сожалению не прочитал после матча надо будет почитать очень помогает что зомби отхиливаются вот я не понимаю немножко как работает когда двойная клетка замораживается дважды то есть она учитывается не учитывается наверное нет то есть тут две заморозки даже по-моему кажется что видно немножко что оно как бы чуть больше чем эти наверное не учитывается так что мы можем здесь сделать можем дракона поставить почему нет зачистить ряд так и что нам теперь делать здесь у нас 9 урона но мы можем поставить на подхил уже так здесь у нас будет подхил 1,2,3,4,5 5 хп подхилим 2 карты доберем но ничего это нам не даст особо вот этого я бы поставил конечно может его и поставить так так этот нанесет 3 урона он ее не убьет давайте попробуем так сыграть ну типа мы разменяемся в одного этого два юнита но зато мы заморозим клетки не очень хорошая идея но не знаю мне этот бесит вот этот дядька в принципе он меня не бесит но вот конкретно здесь он меня бесит так я очень долго думаю я извиняюсь потому что ну реально мне интересно просто ладно давайте так попробуем так мы выживаем надеюсь на одном хп ну и на следующий ход нас убивают вот за карту по идее нам нужно зомбей спамить и отхиливаться так ну-ка попробуем сейчас а здесь не важно куда ставишь да ну и зомбей будем ставить сюда они же призываются в рандомном месте понял ну только так ой отлично 10 хп отхилил ну тут конечно блин торнадо залетел просто шедеврально ну хотя бы дракон нужен ладно окей мы его убиваем по идее да прикольно тоже матч получился ну интересно ну согласитесь реально ну лично для меня вот это вот эти матчи они очень необычные получается каким-то образом дожить до лейта пока что но бывают игры где просто не заход и были такие да то есть если бы я играл против своей колоды и против своей игры ну мне кажется тут и шансов бы не было дож так что у нас здесь обычный ну вроде не бот, а кстати прошлый был бот наверное нет? да прошлый наверное был бот так 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 здесь оставляем вот эту карту ну и два Йети пришло это плохо даже не можем наверное не нам вот эта карта очень нужна Йети нам наверное не нужен давайте так попробуем я не знаю я игра как бы на игре играл что-то не так может так не надо делать ой блин как тяжело играть вот мне лично да потому что я привык хоп сейчас хоп но это ничего не дает просто так ладно давайте пропустим ход на следующий ход сыграем добор пробуем продержаться нормально там бот наверное ну да скорее всего бот такие карты так и вот здесь может быть даже и Замбей лучше сыграть зачем нам добор тем более отхил будет маленький давайте пока нормально пока держимся не хочет он вниз почему-то Замбей ставить никак ну окей морозим клетки ну вот сейчас можно сыграть либо поставить этого либо убить еще потянуть время да убить твоих юнитов нормально а сейчас вообще апокалипсис можно сыграть или не сейчас на следующий ход да давайте вот так сделаем еще под заморозим клеток его убьют надеюсь или нет даже если не убьют на следующий ход еще апокалипсис игра надо было вверх выставить ну ладно окей так так апокалипсис потом айсберг апокалипсис вообще убивает да неважно сколько хп просто вот морозный этот апокалипсис да который за 6 маны он не убьет вот эту глыбу потому что у меня много хп ну чаще всего да не убьет ее или никак вообще не убьет ее вот и за счет этого прикольная тоже связка а вот с апокалипсисом так не прокатится ну давайте убиваем ой хорошо отлично супер мне нравится пока сейчас еще этого поставим вообще все заморозим потом ети поставим все можно уже на самом деле есть ставить если я играл там на турнире где-то я наверное есть ставим уже а чё тянуть потом на следующий ход хотя нет наверно не знаю ну вот это пожалуй единственная карта которая очень плохо здесь заходила так и мы можем ее убить на самом деле ну то есть здесь мы не гарантированно ее убьем сейчас еще что-то поставить а здесь мы гарантированно убьем забав будет то жесткий хотя нет стоп он же не атаку баф это хп то есть атака у него будет не такая уж и большая 9 19 будет всего лишь блин это плохо тогда мы делаем так и наверно так хилим ся забываю немножко карты что забываешь есть подхил не привык играть вообще с силом ну естественно не убил эту карту да и вот это кстати ну видите как не хватает 3 лавила да а на пятом нам 50 да блин это единичный случай когда вот такие юниты появляются и что нам делать нам нужно вот так делать наверное вот так не знаю уставить есть и как бы опрометчиво очень потому что давайте так сделаем что-то не знаю пробуем в лобовую пробить эту башню 18 почему 18 уже 1 на 9 это 9 было 10 ну то есть должно быть 19 хорошо что он сюда стреляет странно очень должно было быть 19 по идее так что мы можем сделать мы можем сделать так и не хочу есть но я умру если не поставлю ну точнее не умру а если он сыграет сюда шторм эти этот не добьет башню будет плохо я проиграю скорее всего но играть сюда шторм тогда меня здесь продамажут ладно давайте так ну и вот тут тоже интересный матч получается то есть битва каких-то не знаю как сказать даже так но пока так играем потому что другого варианта я не вижу пока что можно защищаться потому что у нас 7 пп и вот уже три раунда остается но мы сейчас убьем эту башню наконец-то и в принципе зачистим то вот он лейт вот он как он работает вот это кайф на самом деле для меня играть вот на такой колоде еще и дракон пришел который сейчас будет сколько он будет сейчас 2017 и все с трэмплом круто ну не знаю мне вот реально интересная игра то есть это это конечно колода не для того чтобы там поиграть быстренько рейтинг да по спидранить скажем так вот это вот именно для удовольствия поиграть на этой колоде мы не знаю может нам надоест конечно но я же можно еще как-то улучшать апать там принципе довольно неплохая колода получается я помню этого бота он сейчас за 3 маны сыграет нам нет смысла что-то разыгрывать но кстати вот предыдущий спел до до обновления он бы нормально сюда зашел а этот по-моему сразу призывает и они отъедут сразу с другой стороны если я не разыграют спл меня было такой опыт я играл с ботом я вот точно также засветил эту карту я не играл и он ее не играл тоже и я вот так продолжал не играть играл с пылы он ее все никак не разыгрывал начинал заспамливать стол и как только я начал ставить юнитов он сразу же ее сыграл не знаю в чем прикол это было на шестой седьмой ход так что давайте играть и как бы да а то есть вот так вот это работает окей нет все таки не так я уже обрадовался ну хорошо нормальный ход я даже не знаю как тут ставить получше что у него из-за чисток есть торнадо есть пиратский звездопад ну в одну линию можно ставить а что он сыграл а он сыграл beltfire все точно да забыл я про этот спел я вот как раз вспоминал что же этот бот еще играет и вот вспомнил когда уже сыграл так окей ладно я не знаю типа если смысл ангела ставить давайте еще раз попробуем дождиком по полю пройтись но в этот раз угадал так а теперь он крокодила будет ставить да ох я бы сейчас лучше этого поставил но в принципе ангел тоже на сколько он хилит на 6 первого уровня такс ну и сначала я все-таки сыграю айсберг а потом дракона уже я не знаю куда ставить этот айсберг давайте сюда 3 ловен ок блин айсберг конечно первого уровня всего лишь три блока замораживает там сильно прибавляют заморозки с улучшением есть смысл подкачать тем более там сейчас леги дешевые такие давайте пробовать дракона мы же бьем этого или нет блин вот тут надо все считать да то есть надо понимать как работает карта и все считать так 11 получается раз два три 4 5 6 7 8 9 это будет 15 то есть как раз нам хватает этот опыт в конце хода то есть нам по идее хватит чтобы убить минотавра если он никого вперед не поставит он никого не ставит и мы убиваем минотавра все просчитано а я еще не посчитал что он дебав делает а я еще забыл что он на сам отъедет почему-то мне показалось что он ударит first strike не знаю почему так давайте так делать тогда надо блин конечно мамонта убивать этого момент здесь зомби когда-нибудь доберется до низа и его добьет или вот этим спалом на следующий ход добьем потому что он апает неприятно плюс 5 плюс 5 это жестко но у нас хп много поэтому терпим ой как неприятно блин вообще неприятно прям вот тут наверно слив будет вот из-за этого хода все до этого было более-менее нормально обсказал даже а сейчас прям ужас но у нас есть есть отличный спелл который так frozen blocks то есть на обоих до площадка то есть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 урона наносят ну конечно мы этого не убьем дядьку но убьем всех остальных и еще кто появится дракона дракона меня убьем но значительно снизим атаку тут тоже такой жесткий лейт оказался и у нас апокалипсис пришел да и мы убиваем его лейт вот это прям смачно вот вот за что я люблю вот эти колоды и мы должны если мы угадаем здесь может на этого поставить вниз я хотел сказать что мы сравниваемся по хп и но сейчас уже нет так еще интересная карта приходит она убьет этого да но этот останется но и фиг с ним нам нужно вверх прикрыть еще блин что же у него это один лейт выходит тут вот блин 9 урона блин жесть ну все и last round но все равно мне было интересно матч очень интересный был хоть и слили но реально ну конечно можно было сыграть на получше и меня опыта не хватает на этой колоде наверно там мой товарищ посмотрит потом этот матч и там наверно ужаснется может чем скажет мне ну плюс-минус я думаю что я играл нормально было интересно пишите обязательно в комментах как вам вообще эта колода стоит ли мне еще там записывать игры выкладывать на ней ну вот вот такой получился видос всем удачи на турнире надеюсь там все будет окей не будет багов не будет каких-то новых приколов вот и всем пока а